Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумуляторщик. Меня очень часто спрашивают, поделись опытом, как можно восстановить аккумулятор, если он уже, собственно, подизносился, срок службы его так уже подходит к концу, прошло 5 лет с момента покупки, что можно сделать, какие есть методы подпольные, ты же там по-любому знаешь. Да, действительно, есть один метод. Собственно, про него я и хочу рассказать сейчас. Довольно интересный метод. Им уже пользуется, ну, огромное количество людей по всему миру. И действительно, этот метод, он немножко затратный, но, тем не менее, люди в итоге получают работоспособную батарею. Вот что нам для этого нужно. Да, обязательно. Так, первым делом, то есть, неважно, то есть, купить или взять у кого-то нагрузочная вилка, для того, чтобы проверить, в каком состоянии у вас находится на данный момент батарея. Далее, зарядное устройство. Батарею нужно перед испытанием, естественно, зарядить, и затем проверить опять нагрузочной вилкой, сколько она держит нагрузки. Вот, далее, далее, то есть, как раз про нагрузку хотел поговорить. Из-за чего у нас, собственно, перестает аккумулятор держать нагрузочную способность. Я уже рассказывал несколько раз. Это, собственно, все кроется дело в том, что осыпается активная масса с пластины внутри аккумулятора, осыпается она в электролит, и, собственно, у нас идет потеря как емкостных, так и стартерных характеристик. Здесь все просто. Чем больше у нас пластин с активной массой и электролита, тем больше емкость, тем больше мощность, тем больше пусковые токи. Если у нас уже пластины подизносились, соответственно, ничего хорошего, собственно, из этого не будет, но все-таки можно, как бы, кое-что сделать, и в итоге получить хорошую работоспособную батарею. Далее, да, мы проверили все у нас нагрузку. Действительно, батарея наша старая вот эта не держит, не держит. Далее нам еще потребуются вот только измерительные клещи можно взять. Обязательно нужно лампу взять. Лампу, ну, можно взять из вашего автомобиля, какую там эксплуатировать. Можно вытащить ее прямо из фары, потому что она нам так, ну, понадобится не на длительный срок. Ну, вот, у меня H7, H7, ну, удобная, потому что два вот рычажка, плюс-минус подключаете, без разницы, в принципе, и у вас работает. Не как в H4, там, 3 их неудобно. Ну, вот, далее мультиметр, или мультиметр, как там правильно. Вот, и провода. Провода можно взять такие, ну, не сильно толстого сечения, довольно-таки простые. Они понадобятся как раз, чтобы подключать нашу лампу, возможно, небольшие крокодильчики и так далее. Так вот, подключаем лампу, и все это дело убираем в долгий-долгий ящичек, в долгий ящичек, вот, вместе с цешкой, вместе с клещами, вместе с нагрузочной вилкой. Собственно, берем наш аккумулятор, несем его в металлоприемку. Нам за него дают небольшую сумму денег, да. И, когда мы от этого аккумулятора избавляемся, мы идем, покупаем новую батарею. Новую батарею. Вот такую мы покупаем, и будет вам счастье. Я вам, заметьте, я ни капли не соврал, потому что в итоге вы получаете хорошую работоспособную батарею, и данный метод является очень сильно затратным. Не грейте голову по поводу чудес разных методов, которые публикуются в интернете. Они все трудоемкие, затратные, и по факту, возможно, вы получите либо ожог, либо действительно нерабочую батарею, которую опять придется отнести в помойку, и там очень маленький-маленький процент, что вы получите там, какую-то работоспособную батарею, которая отработает у вас еще столько же. На этом бы уже делались огромные деньги, если бы это было возможно, понимаете. Придумали бы какой-нибудь переполюсатор там автоматический, который подключаешь, хоп, делали бы в разных гаражах, в мастерских, там в сервис-центрах, там какие-то манипуляции, и у вас все работало. Единственный выход – это заменить сами пластины и электролит. Но это стоит настолько дорого в этих аккумуляторах, что дешевле просто купить новую батарею. Запомните, никогда не занимайтесь ерундой. Я знаю, посыпятся дизлайки, плевать, но это мое мнение, которое я давно хотел высказать по поводу всех вот этих вот чудо-методов восстановления. Ребят, читал комментарии, наконец-то формируется уже общественное мнение, которое предполагает, что все это чушь полная, и я придерживаюсь этого мнения. Для экспериментаторов, пожалуйста, но для обычного пользователя ни в коем случае это не делайте. На этом все. Ставьте дизлайк или лайк без разницы. Подписывайтесь на наш канал, предлагайте темы для новых видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.